Если искусство хорошо, оно дает нам опыт, который ни в какой другой форме мы обрести не можем. Но самое важное, это то, что искусство как вирус заставляет нас думать о смысле качества, о различных видах хорошего и лучшего, и бесконечных оттенков между хорошим и плохим. Эстетические суждения, привязанные к миру, неизбежно отражают и связываются с различными взглядами на жизнь, а также с различными способами, с помощью которых мы воспринимаем прошедшее, настоящее и будущее. Искусство никогда не будет говорить нам, что мы должны делать, и еще в меньшей степени указывает нам дорогу. Но оно предлагает нам невероятные возможности, перспективы или просто различные пути соединения точек. Оно раскрывает свою силу неявно на уровнях, которые могут быть и грубыми, и рациональными, и интеллектуальными, и эмпирическими. Теория хаоса учит нас, что незначительные движения могут при усилении дать мощный эффект. Великие изменения в искусстве, которые только ускорились с 90-х годов прошлого века, показывают нам, что искусство стало менее герметичным, более дискурсивным, призывающим воспринимать его в более широких контекстах. И я уверен, что искусство будет передаваться вирусно и дальше, создавая все более сложные схемы восприятия. Вопрос, что передавать, зависит от нас. Ответ такой. Дверь не наполовину открыта, не наполовину закрыта. За дверью пустая стена. Спасибо. Если есть вопросы, я с радостью на них отвечу. У нас очень мало времени, но, может быть, есть вопросы к господину Элюту? Какие-нибудь есть вопросы? У меня есть вопросы. Да, пожалуйста. Спасибо. Я могу задать вопрос только на русском языке, потому что, не знаю, сможет перевести? Ну, как бы, да? Мне вот вопрос такой. Вот в связи с мусульмализацией Европы, что произойдет с обнаженной натурой? Потому что вот изображение обнаженного... В связи с мусульмализацией Европы, что произойдет с изображением обнаженного человеческого тела, как вы думаете? И вообще, столкновение этих двух культур и совершенно разных мировоззрений. В одном мировоззрении обнаженное тело стабуировано, а в другом мировоззрении обнаженное тело является центром европейской традиции. А сейчас происходит столкновение двух мировоззрений. Вот мне интересно ваше предсказание. Как будет развиваться в связи с этим культура? Уйдет ли она полностью в концептуализм? Или это повлияет на общественный вкус и исчезнут обнаженные девушки с билбордов? Как вот вы думаете? Начало просто я пропустил. Можно вы еще раз повторите еще раз, потому что поздно принесли. Я имею в виду при нарастающей мусульмализации Европы. Муслим. Исламский мир состоит из многих разных культур. И я уверен, вам известна арабская любовная поэзия, одна из самых... Это самая эротическая поэзия, которую можно себе представить. Тысяча одна ночь, Шихиризада. Индийская. Правда, они были не индуисты, они были персы. Персидские миниатюры, на которых мы видим тело, оно изображено. И там есть обнаженная натура. И, конечно, этот фундаментализм саудитов, он похож на пуританизм. На Западе им не нравится. Это искусство, такое искусство, потому что оно совершает непредсказуемые поступки. Оно может навлечь на вас беду. Но я думаю, что вот это столкновение цивилизаций, возвращение к крестовым подходам, но такой риторикой пользуется Джордж Буш после событий 11 сентября. Он говорил, что вот мы возвращаемся в средние века. Он понимал, с кем он разговаривает. Он говорил с христианами, фундаменталистами, правого толка. Но мир нельзя воспринимать так. Надо пытаться... У нас есть тела, надо пытаться с этим бороться и бросать вызов. И что мы решаем здесь, что мы хотим делать с нашими телами, это наше дело. Больше никого это не касается. Мне кажется, что главным итогом борьбы может быть восстановление академического рисунка в институтах. Как вы думаете? Почему нет? Это очень хорошая дисциплина, как предмет, прекрасный предмет. Существуют ли критерии современного искусства? Существуют ли критерии современного искусства? Вы имеете в виду внешние критерии, да? Красота, элегантность, изящество, утонченность. Ум. Но есть еще, наверное, как мне кажется. Но не все видят вещи одинаково, и это прекрасно. Когда я использую термин дискурсивный, я серьезно его использую. Речь идет о дискуссии. Как куратор и как человек, занимающийся искусством, я убедил себя в том, что... Когда я пытаюсь объяснить, зачем я это делаю, и работая с отдельными художниками, мне нужно себе дать понять, что они этого стоят, иначе нечего им заниматься. Этот вопрос надо все время себе задавать. И одна из проблем, которые сталкиваются кураторы и критики, они просто перестают задавать себе эти главные вопросы. Вот это произведение, это часть мира искусства или нет? Но довольно много вещей, которые так себе нормальные, а есть ужасные вещи. Но... Вообще-то каждый художник, он пытается сделать нечто хорошее, они пытаются сделать что-то... Любой художник хочет улучшить, сделать что-то лучше. Но самое главное, как они... Удается ли им найти внутри себя? Это очень трудная работа, это большой труд. Спасибо. У меня вопрос очень простой. Важен ли в современном искусстве автор? Да. В противном случае его бы там не было. Но я думаю, что намерение... То есть изначальная ущербность, состоит в том, что когда автор выпускает свою работу в мир, художник не может предусмотреть, как будет воспринята его работа. Иногда люди очень странно реагируют на произведение неожиданным образом, и художник не может этого знать заранее. Так и должно быть. Произведение начинает жить, когда оно выходит на суд людей, и когда оно оказывается в мире. Когда я устраиваю выставки, я всегда надеюсь какую-то сложную, большую выставку делаю, там много художников и много работ. Мне всегда хочется, чтобы она оказалась лучше, чем я задумал. Когда произведения оказываются вместе, они начинают взаимно влиять, и происходит такой обмен идеями, и возникает нечто новое. И я думаю, тема «хорошо» искусство. Никогда сам не знаешь, что ты сделал до тех пор, пока не выпустил это на публику. Иногда художники устраивают такие ретроспективные выставки, собирают работы там за последние 10 лет, и для них иногда это такое удивление, и они испытывают, увидев все вместе, да, скажем, созданное за 10 лет. Вы в своей прекрасной лекции больше на эстетической стороне искусства останавливались и на взаимодействии различных культур. Но многие кураторы говорят сейчас, что самая важная часть искусства это политические и социальные вопросы. Что Вы думаете об отношениях между эстетическим в искусстве и концептуальным? Я думаю, что искусство не может не быть политическим или социальным, даже если оно отрицает это. Искусство не может не быть этичным. Это часть деятельности художественной. Поэтому, если Вы говорите, в моей работе нет ничего этического, Вы делаете антиэтическое заявление таким образом. Социальные и политические вопросы очень важны. И я думаю, что движение к этим вопросам – это, конечно, доминирование рынка, это отражает доминирование рынка и коллекционеров богатых. Это, конечно, напрягает. Начинаешь думать, а ценности-то где? Вопрос рыночная ценность и эстетическая ценность смущает людей. Люди не всегда понимают, как они соотносятся. Иногда то, что если какая-то работа очень политизирована, это не обязательно значит, что мне понравится эта работа, она может быть ужасной. Но в ней есть своя политика. это то, что делает работу хорошей, например, может быть, она безобразна. Поэтому политическое измерение есть, оно обречено на существование. но мы не можем все постоянно находиться, и художники не могут постоянно находиться на баррикадах. Интересно, есть ли у вас идеи или, может быть, есть приглашение сделать что-нибудь в России, какой-нибудь проект современного искусства, но в смысле не модерн, а contemporary art? У меня есть идея. Или, может быть, вас кто-то пригласил стать директором одного из наших музеев современного искусства. У нас в Питере их парочка. Но мне должны будут попросить, наверное, для этого. Нет, пока проектов никаких нет, но есть идея, есть одна выставка, которую мне хотелось бы сделать, посмотреть на развитие искусства с середины 30-х через до конца 70-х с точки зрения неофициального, автономного искусства. То есть начать, наверное, с позднего Малевича, с позднего Татлина, позднего Родченко, вот этого поколения. Многое из их работ никогда публика не видела. Они находятся в частных коллекциях, и у них нет шансов увидеть это искусство. И как-то вот рассказать эту историю. В Петербурге в 50-е годы работали очень интересные художники. есть такой стереотип, что вот Сталин все остановил, ничего не происходило, и только вот после 58-го года, после вот этой американской выставки, все снова запустилось. Это ерунда. Это полная чушь. Целков в 55-м году потрясающие вещи делал. Не помню фамилию художника, который у Лены, у вас есть его работа. Дышленко. Потрясающе. Его никто не знает, его работы никто не знает. И это как раз составляет некий континуум. То есть речь идет о художниках, которые воспринимали свою работу серьезно. Мне бы хотелось такую выставку увидеть. Диссидентское движение. Это все хорошо. Они то есть хочется показать, что эта традиция не прерывалась, что определенная традиция не прерывалась. Да, но есть такая иллюзия, как будто Сталин победил, и в искусстве пустыни случилось. Но были люди, которые продолжали делать хорошие вещи. Они как-то сумели пережить это, пробраться через это. Вот меня такая двойственность, такая неоднозначность интересует. я думаю, что есть очень интересные художники сейчас, но есть очень хорошие художники, Но в целом художественный мир современный сейчас, он такой тихий, он притих, видимо, переваривает и не... видно, что здесь очень большое влияние оказывает рынок. Мы видим, как люди выходят на этот художественный рынок, пытаясь какой-то произвести фурор, но у них это не получается. Меня поражает, как много люди знают, как они серьезно работают, но хотелось бы видеть больше работ. Вот так я это вижу. Извините, пожалуйста, я не услышала вопрос, потому что был задан на микрофон. Я прошу прощения, у нас заканчивается время, и поэтому я вынуждена просить закончить хоть чуть-чуть вопросов, но все-таки мы сумели задать. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.